Привет, дружи! Ну что ж, пришла пора мне раскрыть вам несколько секретов о звездах шоу-бизнеса, которые попали под власть иллюминатов. Конечно же этот факт уже давно известен и был раскрыт на многих каналах. Хочу сразу сказать, что это не наши нелепые выдумки, это некие теории заговора, которые ходят по миру и некоторые люди верят им, а некоторые предпочитают вообще об этом не думать. Теории это или нет мы разберемся по факту. Иллюминаты, в разное время название различных объединений, орденов, братств, сект, обществ, оккультно-философского толка и мистического характера, в разной степени дозволенных или секретных, зачастую бывших в оппозиции политическим и религиозным властям. В общем иллюминаты это тайное сообщество, которое было создано масонами. По теории иллюминаты существуют по сей день и включают в свое сообщество людей высших чинов, которые управляют людьми для создания нового мирового порядка. Правой рукой иллюминатов является ЦРУ, которая использует специальные схемы контроля сознания с той целью, чтобы посредством популярной музыки и полуголых людей воздействовать на наше мышление и тем самым отвлечь нас от важнейших событий, чтобы мы меньше касались политики, мировой экономики и так далее. По сути это элемент затваривания людей, расчеловечивания. Обычные люди для иллюминатов лишь инструменты, безвольная масса, которой они управляют. Символика иллюминатов, пирамида, так называемая всевидящее око, которое на самом деле было взято у наших предков и оно имело иное значение. Это называется карго-культ. Также, символика темных правителей планеты это бабочка-монарх, перевернутые кресты, бафомет, число 13 и так далее. Итак, давайте посмотрим, кто из звезд принадлежит иллюминатам. Риана является одной из самых знаменитых RnB-исполнительницей за счет служению дьяволу-богу Яхве. Ее уже давно называют не иначе, как принцесса иллюминатов. Давайте посмотрим на то, как она пытается до нас донести свою принадлежность к высшим. Ее движение – клипы и символы. Пирамида – самый известный масонский символ, изображенный на одной долларовой купюре. Если пересмотреть клип Рианы СНДМ, то позади артистки увидите надпись на английском «Принцесса иллюминатов». И поет она здесь о том, что как хорошо быть плохой и она больше не будет меняться, ведь в плохом – она мастер. Иллюминаты присутствуют не только в шоу-бизнесе в огромном количестве, но и во всех сферах людского общества. Все пропитано символизмом и оккультизмом. Например, Бафомет – это химерное существо с головой козла, которое обнаружено в нескольких источниках из истории оккультизма, религии. Считается дьявольским идолом. Что мы можем увидеть в клипе певицы Рианы? Сплошной оккультизм – песни, посвященные дьяволу. Тому, кому молятся все народы, называя его богом. Риана, протеже франкмасона и оккультиста рэппера Джей Зи, не теряла времени, заявив, что ее воздействие на общество будет сугубо негативным. Название ее альбома «Хорошая девчонка» стало плохой. По конам вселенной цивилизации, которые порабощают другие планеты, должны сообщать о своих намерениях порабощенным жителям. Именно это и сообщили изурпаторы через свою слугу Риану. Из склонной к морали христианской девушки она превратилась в сексуально-аморальную, похотливую и жестокую шиксу. Ее первый сингл «Зонтик» был полон оккультных символов. Заметив, певицу общества иллюминатов взяли ее под контроль, впрочем, как и со всеми остальными. Если хочешь быть богатым и знаменитым, то будешь играть по их правилам. Знаменитая пара рэпера Джей Зи и исполнительницы Бейонсе на данный момент самые богатые и знаменитые в истории шоу-бизнеса. Они востребованы на музыкальном рынке и не только, у них миллионы поклонников по всему миру. Почему? Так как этот мир захвачен и под контролем богов, что пришли сюда, то и все контролируется ими через эти тайные общества. Изначально причастность этой пары к масонам нам продемонстрировал Джей Зи, дав своей звукозаписывающей компании название Rockefeller Records, которая звучит почти так же, как и фамилия главного масонского клана Рокфеллера. Плюс у Джей Зи есть компания Rock Nation. Дэвид Рокфеллер. Его фейс не внушает добра даже по своему внешнему признаку. Пересмотрите выступление Бейонсе на Суперкубке 2013 года, внимательно, и вы увидите, что они показывают. Каждая кукла-артист это элемент манипуляции, лышенная воли, манипулятор массами вынужденный восхвалять богов, что наблюдают у престола за своей игрой. У знаменитости также есть кольцо с изображением Бафомета. Даже дочь Джей Зи и Бейонсе не осталась в стороне от иллюминатов. Ее имя Blue Ivy расшифровывают по словам и оно означает «рождена», чтобы служить злу, самая юная из иллюминатов. Также Мадонна, известная поклонница оккультизма уже много лет, поговаривают, что она имеет непосредственное отношение к иллюминатам. Бабуля начала заниматься оккультизмом давно, с самого начала своей карьеры. Но оно интересно нам не только тем, что изображено на ее куртке, а тем, что Мадонна показывает здесь только один глаз. Интересен и пейзаж позади нее. Он размыт и неясен. Трудно понять, какой именно город в кадре. Но зато мы очень четко различаем башню со шпилем. Это здание делится на три уровня и символизирует собой пирамиду, где самый нижний и обширный уровень символизирует профанов и быдла, то есть нас в понимании масонов. Люди часто говорят, что я являюсь членом иллюминатов, но дело в том, что я знаю, кто настоящий иллюминат, и я знаю, когда надо употребить это слово, сказала Мадонна в интервью Rolling Stone. Если разбирать клипы и песни каждого известного артиста той иной страны, то мы наткнемся на оккультизм, пропаганду разврата, наркотиков, педофилии, каннибализма, русофобии, алкоголизма, фашизма и прочего злого умысла, с одной целью превратить вас и ваших детей в управляемый недумающий скуад. Не хватит и месяца, этой информации большое множество. Вся эта война против вас ведется очень давно, сменяя поколение за поколением. Теперь давайте рассмотрим очередного персонажа Россионской эстрады, от которого тащатся неокрепшие умы. На что рассчитана программа отупления. Для каждой локации создаются свои кумиры, для затваривания и взращивания нового поколения убогих рабов. Думающие люди опасны для Матрицы, ей нужны животные, безвольные, слабые и послушные. Пришедший из ниоткуда проект Моргенштерн, что в переводе с идиш означает «утренняя звезда». По сути это не фамилия, а название проекта позывной, конечно башкир принявший у действия. Наши эксперты полагают, что за этим коммерческим суперуспешным проектом стоят люди из администрации президента, башкирского правительства и даже семья Кадыровых. Интервью рэпера Моргенштерна популярному блогеру Дудю за пару дней посмотрело почти 20 миллионов человек. Совсем недавно 22-летний Моргенштерн, настоящее имя Алишер Тагирович Валеев, был признан Человеком года по версии популярного журнала GQ. Другой влиятельный журнал Forbes Россия включил его в список 40 самых успешных звезд страны до 40 лет, он занял 21 место. А некоторое время назад Моргенштерн открыл свой ресторан в самом центре Москвы. Неужели те, кто наслаждается его так называемым творчеством, искренне верят в то, что этот персонаж добился всего сам? Каков Алишер в жизни, как он излагает свои мысли и как относится к вам по-настоящему? Родителям детей, которые спокойно относятся к тому, что их подрастающие дети смотрят и слушают предателей рода человеческого, нужно серьезно задуматься. Все ли в порядке с их психикой, моралью и нравственностью? Где этот фрик и где Виктор Цой? Между ними пропасть как в смысловом содержании песен, так и в самой музыке. Современные песни лишены всякого смысла, добрых посылов и поучений. Если вы хотите, чтобы новое поколение было моральными уродами, то оставайтесь бездействовать. Либо проводите разъяснительные работы с детьми. Давайте посмотрим на Алишера и его ценности и мораль. Я хочу извиниться перед всеми рэперами, перед всеми фрешменами, перед всеми молодыми ребятами, которые хотят залезть на вершину. Простите, но после меня хуй вы удивите кого-нибудь. Но зато у вас есть целый год, чтобы написать что-то хорошее. Челлендж без алкоголя. Наглухо. У меня оказывается столь песен есть. Извиняюсь. Пока. Пока-пока-пока. Сколько грязи, сколько разврата. Ты повидала. Я надеюсь, новые жильцы, когда заедут сюда, вот женщина ляжет сюда и кончит из-за энергетики. Ну и, конечно же, самое главное. Пока. Мой источник вдохновения. Пока. Это новая жизнь, это новый этап. И вам всем пи***ь. Субтитры сделал DimaTorzok Видите? Сон. Знаете почему? Вот знаете, потому что вы мало слушаете новый трек. Слушайте, выкладывайте в историю, и весна придет быстрее. Моргенстерд! Моргенстерд! Для школьников он очередной кумир, а люди за 30 в ужасе требуют убрать это куда-нибудь. При этом проект коммерчески супер-успешен, за ним стоят люди из администрации торговой компании РФ, башкирского правительства, которые в свою очередь под иллюминатами, но и сами тайные общества в иерархии Поднебесной канцелярии. Артист открыто объявляет своим фанатам, что он их презирает и рассматривает исключительно как источник бабла. Однако публика этот контракт принимает и также посылая исполнителя на букву Х, радуется тому, что их отношения честны. Открыто заявляет свое мнение, на кого рассчитан его контент. Короче, я обожаю школьников. Не потому что я педофил. Ты не педофил. А потому что их х**а. А я люблю деньги. А школьник х**а я. Вот и все. Вот так Это школа, ни к чему ты видишь, цепь. Видишь Гуччи, видишь, видишь, как я могу. Вот так Это школа, ни к чему ты видишься Видишь Гуччи, видишь, видишь, как я могу Школьный дневник, он мне не надо Хоть и зеленый еще как авокаданок Он давно валит на меня ДЗ Но как по мне, это Клоун надо Ра-та-та-та! Не хочу писать диктант Хочу скакать на пятак Я молодая звезда Хочешь, как я? Тогда делай вот так! Мы рассмотрели лишь один из примеров россионской эстрады Также немного информации эстрады Запада Тель-Авив видение вещает вам и пропагандирует Ваше медленное уничтожение в буквальном смысле этого слова Нетрудно догадаться для здравомыслящего людина, что это так Как метод нейролингвистического программирования кроется с каждого угла Для всех слоев населения подобрана своя зомбирующая программа Подменяющая понятия и создающая нужное мировоззрение для этой системы Разделяй и властвуй Предавай и тупей Люди сами рады этому и покупают для этого огромные, дорогие телевизоры Дружи, если ты смотришь это видео, то это не твой путь Надеюсь, что ты осознанный людин и будешь идти по пути осознанности и добра Пиши комментарии по этому поводу Распространяй наши видео Вступай в сообщество для обмена информацией Над фильмом работали Сергей Ариев, Альберт Штейн Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин